Можно вопрос? Пожалуйста. Когда мы придем к власти, я уверен, что когда-нибудь мы придем к власти или люди аналогичные нам, не обязательно мы, и движения, и силы аналогичные мы, то это придет на волне такого кризиса и такой тотальной деструкции, на самом деле, всех хозяйственных механизмов, которые не создают ни собственников, ни реальных частной системы, ни рынка. И понятно, что рано или поздно эта абсолютно тупиковая политика даст такой социальный взрыв, что надо будет устанавливаться заново. Пока же наша форма, это не выработка методов перераспределения. Первый великий русский полководец Александр Невский одержал первую победу именно на этом чудском озере. То есть сказать, что Прибалтам принадлежит Прибалтика невозможно, это принадлежит и нам. Наши древние города Полоцк там, это города основаны из Новгорода, это в 860-й год, это задолго Риги не было никакой, Рига в 1202 году была основана, понимаете. А мы уже там были, поэтому мы оттуда никогда не уйдем, и те, кто тешит себя надеждой, что уйдем, пусть, пожалуйста, не тешит. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, гражданская война в России нужна? Это вопрос в лоб. Если вам скажу, что у нации большая разборка, в которой будут, наконец, прямую и четко выяснены отношения, сброшены все маски, и когда те, кто называют сегодня себя демократом, в то время являясь остолопами, растяпами, преступниками, негодяями, взяточниками, и между другими людьми, которых сегодня называют как угодно, там, фашисты, националисты и так далее. Тем не менее, вот я вам сижу, и за этим столом я вам говорю, что это они зло. С точки зрения вот России, наших интересов, интересов нашей нации, это они зло, а мы несем добро. Так я считаю. Во всех, даже с точки зрения христианских ценностей, я вам то же самое говорю, мы говорим о благосостоянии большинства наций, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы 80% нашей нации, наконец, вздохнуло и жило более или менее хорошо. А они это зло, потому что они говорят, наживайся, грабь, и если у вас только 3 миллиона, то грабьте всех остальных. Даже с точки зрения христианства. Мы добрее, мы честнее, мы за большинство наций. Поэтому разборка нужна, рано или поздно она произойдет. Не дай бог, гражданская война очень тяжело, очень сурово, очень много крови. Но мы все не сома истории, мы все в этой истории, вот сегодня мы сидим здесь, и это 94-й год, и только потому, что что-то случилось в 85-м году, что в марте 85-го года пришел к власти вот этот господин с этим пятном на лбу. Понимаете? Это тоже, в истории случаются какие-то вещи совершенно неожиданные, и вдруг все как лед трогается и начинается вот... То есть, если дойдет до гражданской войны, не дай бог... Филосова-Бургина, писатель и все, интеллигента Лимонова... Вы не дадутся, извините, о настоящей политике. Я не дадут перечитывал работу, что делать о Ленин или теоретике, в плане, в основном, как вот будет единое, но его соображениями. Никаких ревизионеров не строят, относительно нашей судьбы. Революционеров всегда расстреливают после революции. То, к чему мы приходим, мы, в взгляды, несколько отличаются, скажем, политическое, как Лимонова, я более экстремист, то есть мы возглавляем, могу точно сказать, мы возглавляем определенную армию тех людей, которые идут за нами. Ну, можно их назвать маргиналами. Это люди, которые отказываются от системы в любой форме. Это новые пассионарии. Это те, кто придут на смену тем коммунистам, поколение которых выберут лет через 10-15, потому что они уже столь ветки и дряхлые, что они уже не боеспособны, не дееспособны. Поэтому моя задача такая. То есть мы создаем новую идеологию, если угодно, новую религию. То, что пока мы сделали до сих пор, это было 10 из 10. То есть мы сделали все возможное и все нам удалось. Слава Богу. И будем действовать дальше. По законам, крайне радикальным. Что самое страшное сейчас для, скажем, бужуазии или для обывателя? Это союз крайних сил, потому что только крайние силы всегда побеждают. Побеждают только те движения, которые попирают правила игры. Если надо, даже и свои собственные. Поэтому мы будем и с Баркашовым, и с Анпиловым. Моя цель – это революция. То есть меня не заботит моя собственная судьба, придуя в власти или не придуя в власти. Это не важно. В конце концов, скорее всего, что мы просто до этого времени даже не доживем. Но самое главное, чтобы рано или поздно та система ценностей, которая заложена, которую оставим мы все трое на разных уровнях, экономическом, идеологическом, политическом, чтобы она рано или поздно восторжествовала. Пожалуйста, вы в центре. Есть такие документы, вы их опубликуете? Пожалуйста. Да, я еще плохо понимаю вашу экономическую программу. Как отличается программа от программы другого известного национальности? Тоже как бы человек с этого пути, у которого... Какой строй должен быть в России, нужно решить. Мы говорим вот сейчас национал большевистский, национал... Мы даже не боимся сказать национал-социалистический строй. Вот так вот мы хотим сегодня. И это... После этого уже можно говорить об экономике. А вот так вот говорить, что вы предлагаете? Это вульгарный экономизм. Можно подумать, что все проблемы в жизни человеческой только экономикой объясняются. Вовсе нет. Понимаете, есть масса вещь, не экономика становится основной проблемой, а именно вот национальная гордость, национальная вот эта вот тяжесть, унижение. Вот какие вещи. Вот мы, например, понимаем эту народную стихию. И для нас экономика это только производная, после понятия. Использовали слово, слово сочетание национально-социалистическим. Можно с этим первый раз, что это используют. Вы могли бы прокомментировать совпадение? Вот Дон Торбюдин высказывает желание, это его любимая тема. Есть такой писатель, который... И очень известный французский интеллектуал, Жан-Фрунцуакан, корритель, которому никто не может прихнуть на симпатии по-нацистски, тем более евреи. И он написал однажды замечательную празу, которая, на мой взгляд, я считаю, что просто должна быть выбита на мраморе о том, что все ужасы, совершенные другой стороной, его российским, и концлагерями, и другими чудовищной гривополитной войной с Россией, и другими, вот, как бы сказать, эксцессами, если бы Гитлеру удалось навеки дискредитировать благодаря этому концепцию национального социализма, пишет Жан-Фрунцуакан, он одержал бы настоящую посмертную победу. Это линия Жан-Фрунца Шевенмана во Франции и французских социалистов, одной из версий ветерановцев, которые, тем не менее, считают необходим учет национального фактора. Понятие национал-социализм у нас ассоциируется с расизмом немецкого толка, даже не с левым национализмом, не с экономикой третьего пути, даже не с фашизмом, а с очень конкретным явлением, конкретным режимом конкретной реализации. Сама же идея социализма, национально ориентированного, или даже, можно сказать, национально ориентированной социал-демократии, которую в свое время защищали именно главные теоретики консервативной революции в Германии, Винни, Этель, Никиш и так далее, ни в коем образом не дискредитируется этой формой. Речь идет о просто сочетании политического и экономического вектора в определенных пропорциях. Никаким образом не подражание, не воспроизводство, собственно говоря, нацизма в германском расе, что невозможно, не нужно, нелепо и вообще просто абсурдно. Вопрос к вам, может быть, я не знаю, неправильно, какие-то элементы вашей личности и так далее, вам не кажется, что как пишущий человек и, может сказать, эти слова вы... Вот там, пожалуйста. Вернуться к вопросу о связи немцы и политики, точнее, о связи, скорее, людей искусства. Это вопрос, наверное, ко всем троим, и каждый ее может не самостоятельно ответить. Дело в том, что опыт в мировой истории видимо показывает, что люди искусства, они не уходят от политики, они прекрасно понимают, что политика – это очень грязная игра, и какие бы выхудные, высокие ценности она не затрагивала, все равно, если они начинают участвовать, то их искусство кончается. Даже более того, там не кончается искусство, там как раз начинается и политика, и коммерция, и быт, все вот эти стороны. Я вопрос, мы в чем заключим? Потому что святого места просто не бывает. В результате всех событий, последних, наверное, десятилетий, оказалось, что у нас нету в нашей стране достаточно не то, что компетентных политиков, хотя бы просто порядочных людей, смелых и порядочных, которые бы отвечали за слово и дело, особенно это касается событий октября 93-го. Я считаю, что мы проиграли, совершенно чудовищно и потерпели поражение сугубой сотрудничества наших лидеров, потому что не было розданного оружия, и не было сделано ничего, чтобы воспользоваться всей полнотой власти, которую они имеют. Поэтому я считаю так, что в результате данной ситуации, сложившейся, оказывается, что возникла определенная пустота, пустая ниша, которую должны заполнить люди новой формацией, потому что произошел, скажем, разрыв между поколениями, между теми, кто был у власти до Горбачева, но, собственно, они сейчас и находятся, они же сами, и теми, кто должен прийти следом за ними. Вот эту нишу, вот пустую, мы должны заполнить сами. Кто сейчас занимается политикой? Рок-музыкант Летов, журналист Дугин, писатель Лимонов. За нами идут новые пассионарии, потому что любую политику, любую революцию делают только пассионари. И обыватель никогда ее не делает. Обыватель идет следом и идет на поклон. Так как никто роль на себя, политика в данной ситуации, не взял профессионального, адекватного, ну вот единственное, он может быть журналист в какой-то степени, хотя он со национал капитализм выступает. Поэтому этой обязанностью будем заниматься мы. То есть мы берем на себя всю полноту, всю ответственность в данной ситуации. Это означает, что кончилось искусство? Искусство и политика, я бы не стал их разделять. Для меня, допустим, политика – это искусство в более широких масштабах. Это уже творчество масс. Я просто скажу два слова. Я не считаю, не разделяю ваш взгляд, что политика – это грязное дело. Я считаю, что бывает грязное искусство. Но уж к искусству это отношение к вам не имеет. Это помпс, это техно и больше ничего. Это коммерческая совершенно команда, которая ни к политике не имеет отношения, ни к искусству. Пожалуйста. Вопрос как сообщал? Еще раз. Вопрос как сообщал, что насколько ваши штурмовые бригады будут создавать из тех, кто молодежи еще не пишет? Пишет гроб на заборах, то есть гражданская оборота. Я не собираюсь. Забор есть забор. Хорошо, я отвечу. Мы не собираемся, я лично не собираюсь создавать из своих фенов штурмовые бригады. Я возглавляю движение. Движение – это всегда стихийное. То есть мы создаем новую идеологию на уровне новой религии. Эти люди принципиально отвергают систему. Штурмовая бригада, любая, это уже какая-то система. То, что движет нами, это создание именно новой религии, нового, скажем, вектора, бассионального, в какую сторону они будут двигаться дальше. В каких формах это будет? Но я не приветствую самые радикальные формы. Это революционная, если надо, то и гражданская война. Если такой вопрос был. Их достаточно много. Этих людей по всей стране. Это могу вам сказать совершенно точно. Потому что мы ездим с концертами, и их становится все больше и больше. Это говорит о том, что, видимо, происходит процесс формирования новой цивилизации. Уже не в Иголомску европейского плана, а нового, видимо, коммунистического или национал-коммунистического. А относительно второго вопроса, еще раз, если всевозможно, коротко. Там вы говорите о том, что в политике нужны порядочные люди. На вопрос насчет Продавшова, что... Ситуация меняется. Поставь понимание принципа вот этой новой революции. Какие это будут внешние формы носить? Может быть, сейчас Союз Баркашом. Если он сейчас отказывается, ради бога. Все формы, они... Форма — это пластилин. Политика — это пластилин, собственно говоря. Ее, во всяком случае, внешние формы. Самое главное — это внутренний вектор, который у нас как был, так и остается в течение уже, ну, в нашей группе 10 лет. То есть нас и КГБ прибрежные нас сажало по психушкам и везде. Сейчас у нас и СФСК, видимо, трудности начинаются. Поэтому, то есть мы как начали, и так и продолжаем. Поэтому, относительно честности, я могу сказать точно, что мы свои линии не изменили и не изменим. Это самое главное. Какие формы это будет носить? Раньше это был антитоталитаризм, ведь антисоветизм. Сейчас это антидемократия. И если в классике даже Ивановске будет анти-ЛДП-Герд, и не знаю, в каких-то формах будет, это война против системы с большой буквы. Павел. Подавать газету, создавать сон. Не переписали, что не переделали. Это... У вас не ходила силы средств, или это как бы... Ваше эстетика? Это моя эстетика, принципиальный подход. То есть то, что мы делаем, я считаю, это новое народное искусство. То есть это... Даже это не искусство. Народное творчество. У нас никогда не было столько денег, и сейчас их нет, чтобы записываться в богатых студиях. Тем более, что... То, что мы делаем, это не массовая культура. Это именно народное творчество на уровне, скажем, мелких частных группировок. Поэтому мы работаем дома, принципиально. Все записи мои, только в этом и написано, что Групп Рекресс, это все записи, которые я сделал сам, в основном один дома у себя. И работают, так будут и дальше. Я считаю, что это некий... Ну, это некий принцип. Принцип творчества. Делай сам. Пожалуйста. Как известно, который для того, чтобы раскрутиться, использовав любые средства, то входит в политику, что у кого-то очень интересное население. Ну, вопрос не ко мне, вопрос, наверное, к редактору газеты. Вот. У меня просто есть несколько замечаний относительно первого выпуска «Лимонки». Например, моя статья, интервью с вами собой, вышла под рубрикой «Идл». То есть мне это очень не нравится, это я считаю очень нескромно. Рубрику, которую я буду вести, вот в этой газете, будет называться «Война». А относительно «Паука» это… То есть я номер не корректировал, и, как бы сказать, в «Докционные советы» не вхожу. Вот сейчас уже вхожу, теперь я уже знаю, что будет там дальше. То есть первый номер выпускался, насколько я знаю, полустихийный, поэтому лучше Эдуард ответить. Поэтому я и стараюсь, пытаюсь на именно ультра-красный. То есть мне ближе всего взгляда «Красный бригад». Поэтому для меня понятие «Пирамиды» изначально не просто отсутствует, а невыносимо. Потому что любая пирамида представляет свой тоталитаризм системы, системный. Поэтому то, чего мы добиваемся, это утверждение именно революционных ценностей, которых у нас никогда, собственно, кроме 1917 года или во время Гражданской войны не было установлено. Это равенство и братство. Справедливость, равенство и братство. Поэтому тут никакой пирамиды быть не может. Разумеется, возникает какая-то после этого структура, но структура носит характер не пирамидальный. Это можно, я не знаю, называть сенаткой из Карелии, как нация. Что нам сделать для того, чтобы те, кто еще до сих пор жив, духовно, выжили и породили, скажем, новое поколение новых пассионарей. То, которое наследует этот мир за нами, следом. Субтитры создавал DimaTorzok